Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сейчас будем кастрировать поросенка. Главное, дед закрыть дверь, чтобы он не умелся. Взять правильно его, подвесить. И попросить, и попросить тещу, чтобы она это сделала профессионально. При этом будьте внимательны. О, тут даже получилось, что скрутить их. Зараза. Можно в одну дырку, но возможно придется в две дырки. В одну получится, да? Чапана без дырки, все здорово. Ну, в месячном возрасте лучше делать кастрацию. Не затягивать. Присыпать будем. Присыпать котик. Открыть ты, Петра. Не, не надо. Не, не ведешь об этом. А ты по трусу это. Все, клиент готов. Для продолжения. Молода не пошла, забыла. Дай, дай ему. А, если что дико? Так, не трой, внючий. Все, Танька, иди тебе сейчас. Теперь поросенок неделю будет заживать у него рано. Он будет пару дней. Такое у него будет состояние болезненное. Лучше его, как бы, не трогать. После кастрации от мамы отнимать нежелательно. Можно сказать, нельзя. Может привести к тому, что он и сдохнет, ну, что угодно. У него для него так стресс будет, допустим, разлучить с мамой. Поэтому либо разлучаем, ждем неделю, потом кастрируем. Либо кастрируем, ждем, пока заживет, и тогда разлучаем. Я думаю, все будет нормально. Кастрация, процесс необходимый. Если вовремя не кастрировать хрячка, его мясо нельзя будет в дальнейшем употреблять в пище. Он будет с специфическим запахом. Плюс он будет хуже расти. После кастрации он и расти лучше будет. В любом возрасте, даже если хряк производитель его кастрирует, он буквально за тех 3 месяца, которые надо ждать после кастрации взрослого, хряка набирает вес, там, может набрать вдвое больше от того, что было. Буквально за 3 месяца. После того, как его кастрируют. Поросенок, конечно, сейчас в шоковом состоянии, в стрессовом. Но такова жизнь. Зато дальше ему яйца его мешать не будут. И он будет нормально расти и развиваться. Ну, в принципе, все. Операция несложная. Если есть опыт, то вообще без проблем. Держать, вы видели, вниз головой держим. Всегда поросенка любого лучше держать вниз головой. Меньше и орут, более покладистый становится. Ну, в принципе, все. Присыпка есть на основе едаформа. Можно, в принципе, вот видите, присыпка для ран с едаформом называется. По большому счету, можно там синей жидкостью забрызгивать. Ну, едаформ стандартно, дешево, сердито. Мухи не садятся, быстро заживает. Собиотик, все классно. Лезать можно резать лезвием. Ну, скальпелем резали в этот раз. С самим лезвием, скальпелем. Свиноматка не может понять, что случилось. Вынюхивает. Надеюсь, она его никаким образом не будет угнетать. Ну, в принципе, все, что я хотел показать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите коменты. Всего доброго.